Слово третье Слово третье Слово третье Нам нужен пламень Духа, чтобы не только исторгнуть, но и сжечь этот злой корень. Произовем же Бога имя Хулимова, а нами прославляемого. И помолимся, чтобы Он и языку моему даровал большую силу, и ум мой разверзлый яснейшего раскрытия предмета речи. Весь труд наш для Него и для Его славы, или лучше для собственного нашего спасения. Богу никто не может ни порисанием повредить, ни словословием доставить большую славу. Но Он всегда остается в Своей славе, не возвеличиваясь от словословий и не умаляясь от хулений. И те из людей, которые прославляют Его по достоинству, впрочем, никто не может прославить Его по достоинству, а только по своей силе, получают себе пользу от этого словословия. Те же, которые хулят и уничижают Его, вредят собственному спасению. Извлечение, бросающий камень на высоту, бросает его себе на голову, сказал некто о богохудниках. В Сирах 27-28. Как тот, кто бросает высоту камень, не может пронзить вещества неба и даже докинуть до высоты его, но принимает удар на собственную голову, потому что камень обратно летит на бросившего. Так точно и тот, кто хулит блаженное существо Божие, никогда не может и нисколько повредить ему, ибо он столь велико оно и высоко, что недоступно ни для какого вреда, но сам изощряет меч на свою душу, оказываясь неблагодарным благодетелю. Я буду утверждать слова мои из-за дерзновения, с которыми я сказал, что он непостижим и для высших сил, а я при этом буду осуждать их великое безумие и гордость. Дерзко не то, когда говорят, что Создатель выше разумения всех тварей, но когда утверждает, что непостижимого для высших сил, могут изъяснить и обнять своими слабыми умами те, которые присмыкаются внизу и столь далеко отстоят от тех существ. Впрочем, если я не докажу того, что обещал, то по справедливости могу подвергнуться обвинению в дерзости, но если вы после того, как я докажу, что Бог непостижим для высших сил, еще будете спорить и утверждать, будто вы познали его, то каких пропастей и каких стремнин будете достойны вы, хвалящиеся точным знанием незримого для всех бестелесных сил? 505. Итак, приступим теперь к самым доказательствам, обратившись перед речью опять к молитве, потому что самое упражнение в молитве может доставить нам доказательства в пользу искомого. «Призовем же царя царствующих и Господа господствующих, единого имеющего бессмертие и живущему во свете неприступном, которого никто из людей не видел и увидеть не может ему чести держава вечная. Аминь». «Это не мои слова, а Павловы. Ты же обрати внимание на благочестие души его и укоренившуюся в ней любовь. Вспомнив о Боге, он позволил себе приступить к изложению учений не прежде, как воздал ему должное, заключив речь словословием. Если память праведного с похвалами, притча 10.7, то тем более воспоминание о Боге с благохвалением. То же Павел делает и в начале посланий. Часто начиная посланий, вспомнив о Боге, он не прежде приступает к учению, как воздав ему должное словословие. Послушай, как говорит он в послании Галатам. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего века лукавого, по воле Бога и Отца, которому слава во веки. Аминь». Еще в другом месте царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу чести, слава во веки. Аминь». Но может быть он делает так только по отношению к Отцу, а в отношении к Сыну не так? Послушай, как он в отношении к Единородному делает то же самое, сказав, «Молился я бы, чтобы самому быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, он присовкупил, которых усыновление, заветы, законоположение, служение, обетование, от них же Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Римлянам 9.3 «Как Отцу, так и Единородному он сначала воздал словословие, а потом он приступил к продолжению речи. Потому что слышал слова Христа, все чтут Сына, как чтут Отца». Иоанна 5.23 «А чтобы вы убедились, что самая молитва может доставить нам доказательства, теперь и представим это. Царь царствующий, говорит он, и Господь господствующий, единый имеющий бессмертие, во свете живущий неприступным. Здесь остановись и спроси, еретико, что значит во свете живущий неприступным. И обрати внимание на точность выражения Павла. Не сказал он, сущий светом неприступным, но во свете живы неприступным. Дабы ты знал, что если жилище неприступно, то гораздо более живущий в нем Бог. Это сказал он не для того, чтобы подразумевал ты жилище и место у Бога, но чтобы ты с большим убеждением признавал непостижимость его. Притом не сказал во свете живущий непостижимым, но неприступным, что гораздо более непостижимости. Непостижимым называется то, что хотя исследовано и найдено, но остается непонятно для ищущих его. А неприступное – то, что не допускает и начала исследования. И к чему никто не может приблизиться. Например, непостижимым называется то море, в котором, погружаясь водолазы, даже спускающиеся в далекую глубину, не могут достигнуть конца. А неприступным называется то, чего и вначале невозможно ни искать, ни исследовать. 506. Что ты скажешь на это? Для людей скажешь, он непостижим, но не для ангелов, не для высших сил. Итак, ты, ангел, скажи мне, и принадлежишь к сонму бестелесных сил? Разве ты не человек и ни одной самой природы, или ты забыл о своей природе? Положим, что Бог неприступен только для людей, хотя этого не прибавлено. И не сказал, Павел, для людей во свете живущих неприступным, а для ангелов в неприступном. Однако, если угодно, допустим это. Но ты сам разве не человек? Хотя бы он и не был неприступным для ангелов. Как это относится к тебе, который состязаешься, исследуешь, утверждаешь, что его существо постижимо для человеческой природы? А чтобы ты убедился, что он неприступен не только для людей, но и для высших сил. Послушай, что говорит Исаия. Когда же я называю Исаию, то привожу изречение Духа. Ибо Пророк вещает все по внушению Духа. И было в госсмерти царя Озии. Видел я Господа, сидящий на престоле высоком и превознесенном. И Серафимы, а крест его стояли шестикрылые. Почему, скажи мне, они покрывают лица и ограждаются крыльями? Почему же иному, как не потому, что не могут выносить блеска и лучей, исходящих от престола? Между тем, они созерцали еще не самый свет беспримесный и не самую сущность чистую. Но созерцаемое ими было только снисхождением. Что такое снисхождение? То, когда Бог является не так, как Он есть, но показывает Себя столько, сколько имеющий созерцать Его способен к этому, приспособляя явление лица к немощи созерцающих. А что это было снисхождение, видно из самых слов. Видел, говорит, пророк Господа, сидящий на престоле высоком и превознесенном. Но Бог не сидит, потому что это положение свойственно только телам. А на престоле? Но Бог не объемлется престолом, потому что божество неограничено. Однако серафимы не могли сносить их снисхождение, хотя стояли близко. Серафимы стояли окрест Его. По тому самому они не могли взирать, что были близко. Впрочем, словом «окрест» не место означается, но этим словом Дух Святой благоволил показать, что хотя серафимы находятся ближе нас к существу Божию, однако и они не могут созерцать Его. Поэтому пророк и говорит, и серафимы стояли окрест Его, означает им не место, но близостью по месту выражая, что они ближе нас к Богу, ибо мы не так знаем непостижимые, как небесные силы, насколько они чище и мудрее и прозорливее человеческой природы. Как нестерпимость солнечных лучей не столько известна слепому, сколько зрячему, так и непостижимость Божия, не столько знаем мы, сколько они, ибо как велико отличие слепого от зрячего, таково же различие между нами и ими. Таким образом, слыша слова пророка, видел Господа, не предполагая, что он видел самое существо Его, но только снисхождение, и при том темнее, нежели вышние силы, так как он не мог видеть столько, сколько херувимы. Но что я говорю об этом блаженном существе? «Когда для человека невозможно без страха взирать и на существо ангельское. Чтобы вы убедились в справедливости этого, я представлю вам человека, друга Божия, имевшего великое дерзновение по мудрости и праведности, и прославившегося многими другими совершенствами, святого Даниила. Когда я скажу, как он изнемогал, ослабевал и падал при появлении ангела, то никто пусть не думает, будто он испытывал это по причине своей греховности и нечистой совести. Но если, несомненно, душевное его дерзновение, то ясно обнаруживается в том немощь природы. Даниил поселился 37 дней, и хлеба вожделенного не ел, и мяса, и вина, и секера не входили в уста его, и мастью не мазался. Когда же душа его, сделавшись посредством поста легче и духовнее, стала более способной к принятию явления, тогда он и увидел видение. Что же говорит он? И вот поднял я очи мои, и увидел его тмуш, обреченный в ризу льняную, то есть в одежду священную, и чресло его припоясано золотом светлым, тело его, как фарсис, лесо же его, как зрение молнии, очи его, как свечи огненные, и мышцы его, и голени его, как вид меди блещущей, голоже слов его, как голос народа, и видел один я это явление, а мужи, которые были со мной, не видели, но ужас великий напал на них, и разбежались в страхе, и не стало крепости, и слава моя обратилась в рассыпание. Что значит слава моя обратилась в рассыпание? Даниил был богообразный юноша, но страх при появлении ангела так изменил его, как изменяется обмирающее. Произвел великую бледность, уничтожил здоровый цвет и всю свежесть лица его, почему он и говорил, обратилась слава моя в рассыпание. Когда возница испугается и выпустит вожжи, то все лошади несутся в стремглав, и самая колесница опрокидывается. Так обыкновенно бывает и с душою, когда ею овладевает страх и ужас. Испугавшись и как бы опустив вожжи своего влияния на каждое из телесных чувств, она оставляет эти члены свободными, и они, не сдерживаемые ее силой, падают и изнемогают. Как случилось тогда и с Даниилом. Что же ангел? Он поднял его и сказал, «Даниил, муж желаний, разумеешь в словах сих, я говорю к тебе и стань на место твоем, я послан к тебе». Он встал в трепете. Когда же опять ангел стал говорить ему и сказал, «О дня, в который ты положил сердце твоем, чтобы трудиться пред Богом, услышаны были слова твои, и я пришел по слову твоему». Он снова упал на землю, как случается с обмирающими. Обмершие, пробудившись, пришедшие в себя и увидев, что мы держим их и окропляем лицо их холодной водой, часто опять обмирает на руках наших. Так случилось и с пророком. Душа его от страха не могла снести даже вида явившегося небесного сослужителя своего. И вынесть этого света смутилась и порывалась освободиться от уст плоти, как бы от каких оков, но он еще удержал ее. Пусть выслушат это те, которые следуют владыку ангелов. Даниил, который смущал глаза львов и в человеческом теле имел силу выше человеческой, не вынес присутствие небожителя, но повергся бездыханным. Повернулась, говорит он, «Утроба моя, введение моим и дыхание не стало во мне». А те, которые столь далеки от добродетели этого праведника, хвалятся, что они со всей точностью познали самое существо высочайшее, начальное и сотворившее мириады этих ангелов, из которых даже одного созерцать Даниил не имел сил. Но обратим речь к прежнему предмету и покажем, что Бог недоступен взорам и высших сил, даже и в своем снисхождении. Почему, скажи мне, Серафима ограждается крыльями? Этим своим действием они возвещают апостольское изречение, живущего в свете неприступном. И не только они, но и высшие херувимы. Серафимы стоят вблизи, а херувимы служат Богу престолами. Это сказано о херувимах не потому, чтобы Бог нуждался в престоле, а чтобы отсюда ты уразумел достоинство этих сил. Послушай, что говорит о них и другой пророк. И было слово «Господник Езекиилю, сыну Вузию при реке Хавари». Езекииль стоял тогда при реке Хавари, а Данил при реке Тигре. Когда Бог намеревается показать рабам своим какое-нибудь дивное видение, то уводит их из городов на место удаленное от шума, чтобы душа не развлекалась ничем, невидимым, неслышимым. Наслаждаясь спокойствием, вся занялась созерцанием видения. Что же видел он? Вот облако, говорит он, грядет от севера, и свет окрест, и огонь блистающий, и посреди его вид, как бы колеса, и свет в нем, и посреди подобия четырех животных, и видений подобно человека, в них четыре лица. И после всего этого пророк желает показать, что ни он сам, ни небесные силы не приближались к чистому существу, говорит, «Сие видения подобия славы Господней» из Езекииля 2.1. Видишь ли, и там, и здесь снисхождение. Однако эти силы закрывают себя крыльями по той же причине, хотя они суть мудрейшая, разумнейшая и чистейшая силы. Откуда это видно? Из самых названий их. Как ангел называется, так потому, что возвещает людям повеление Божие, и архангел называется так, потому, что начальствует над ангелами. Так и те небесные силы носят названия, показывающие нам их мудрость и чистоту. И как вообще крылья показывают высоту естества, Гаврил представляется летящим не потому, чтобы у ангела были крылья, но чтобы ты знал, что он является человеческому роду из высочайших мест и высших обителей. Так и у них крылья означают не что иное, как высоту естества их. Итак, крылья означают высоту естества, престол, то, что на них спочивает Бог. Глаза, прозорливость, присутствие близ престола, непрестанное словословие Бога, неусыпность и бодрость. Точно так же и название одних означает мудрость, а других чистоту. Что значит хирургим? Полное въедение. А что серафим? Пламенные уста. Видишь ли, как название выражает и чистоту, и мудрость. Если же те, которые обладают полным введением, не могут ясно созерцать даже снисхождение Божие, а имеют частное знание, как говорит Павел, отчасти разумеем зеркале, в гадании, то какое было бы безумие считать для себя известным и явным то, что и для них незримо. Я желал бы теперь доказать, что Бог непостижен не только для хирургимов и серафимов, но и для начала властей всякой сотворенной силы. Но ум наш утомился. Нет обилия, но от страшного содержания предмета в речи. Душа трепещет и ужасается, долго занимаясь вышними созерцаниями. Не изведем же с небес и успокоим ее объяты ужасом, обратившись к обычному утешению. В чем это утешение? В молитве о том, чтобы страждущие этой болезнью когда-нибудь выздоровели. Если нам повелено умолять Бога о больных, о находящихся в рудниках и в тяжком рабстве, одержимых демонами, то не гораздо ли более нужно молиться о таких людях? Не честь и хуже демона. Неистоство бесноватых может быть прощено. А эта болезнь не имеет никакого оправдания. Вспомнив о молитве за бесноватых, я хочу сказать нечто вам возлюбленное. Для искоренения тяжкой болезни в церкви. Странно было бы врачу и посторонних с таким усердием оставить без внимания собственные члены. Какая же эта болезнь? Невыразимое множество народа собралось теперь и с таким вниманием слушать речь. А в самый страшный час я часто ищу его и не вижу и сильно воздыхаю, что когда беседует сослужитель ваш, вы показываете великое усердие и напряженную ревность. Теснитесь друг перед другом и остаетесь до конца. Когда же предстоит явиться Христу в священных таинствах, то церковь бывает пустая и безлюдна. Достойно ли это прощение? Через такое нерадение вы лишаетесь всех похвал, заслуженных ревностью к слушанию. Кто из вас не осудит и меня, видя, что плод слушания так скоро у вас пропадает? Если бы вы усердно внимали сказанному, то доказали бы свою ревность делами, а если по выслушиванию тотчас уходите, это служит доказательством того, что не усвоили ничего из сказанного и не переложили к сердцу. Ибо если бы сказанное было внедрено в душах, то оно, конечно, удержало бы вас в церкви и возбудило бы в вас большее благоговение к страшным таинствам. А теперь, как бы выслушав какого-нибудь игрока на кефаре, вы удаляетесь без всякой пользы, как только умолк говорящие. Но какое слышится от многих холодное оправдание. Молиться, говорят, могу я и дома, а слушать беседы и учения дома невозможно. Ошибаешься ты, человек. Молиться, конечно, можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где единодушно высылается песня к Богу, дома невозможно. Ты не будешь так скоро услышан, молясь владыке у себя, как молясь со своими братьями. Здесь есть нечто большее, как то единодушие и согласие, союз любви и молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, как слабейшие, соединяясь с их молитвами сильнейшими, вместе с ними восходили на небо. С другой стороны, какая может быть польза от беседы, когда с ней не соединяется молитва? Прежде молитва, а потом слово. Так говорят и апостолы. Мы же пребудем в молитве и служении слова. Так и Павел поступает в начале посланий, совершая молитву, чтобы свет молитвы предшествовал учению, как свет светильника. Если ты приучишь себя молиться с усердием, то не будешь иметь нужды в наставлении сослужителей твоих, так как сам Бог без всякого посредника будет озарять ум твой. Если же молитва одного имеет такую силу, то гораздо более молитва с народом. У последней больше силы и гораздо больше дерзновения, нежели у молитвы, совершаемой дома и наедине. Откуда это видно? Послушай, что говорит сам Павел. Павел, который избавил меня от такой смерти и избавит по молитве многих. Так и Петр избежал из темницы. Молитва о нем была усердна, о церкви к Богу. Если же Петру помогала молитва церкви и извела из темницы этот столб в церкви, то как ты, скажи мне, пренебрегаешь ее силой и какое можешь иметь оправдание? Послушай самого Бога, который и говорит, что его умилостивляет благоговейная молитва многих. Так оправдываясь перед Ионой по поводу тыквенного растения, он говорит, ты оскорбился о тыкве, от которой ты не трудился и не вскормил ее. Мне ли не пощадить Ниневию города великого, в котором живет такое множество, более нежели сто двадцать тысяч? Не напрасно он ссылается на множество жителей, но чтобы внушить тебе, что единодушная молитва имеет великую силу, это я хочу объяснить вам и из человеческой истории. Лет десять тому назад некоторые, как вы знаете, были облечены в стремлении к тирании. Один из вельмож, обвиненный в этом преступлении, с веревкой в устах был введен на смерть. Вероятно, один из тех сиодоров, которых император Валент с 374 года преследовал по подозрению в домогательстве верховной власти. Церковная история Сазамента, книга 6, глава 35. Тогда весь город сбежался на конское аресталище, вывели и рабочих из мастерских, и весь народ, сошедшись вместе. Избавило от царского гнева человека осужденного и недостойного никакого помилования. Так, желая смягчить гнев земного царя, вы все стеклись с детьми и женами. А намереваясь в милости и царя небесного, избавить от его гнева ни одного человека, как тогда, и не двоих, троих или сто, но всех грешников вселенной и освободить одержимых демоном из сети дьявола. Неужели вы будете оставаться вне церкви, и не стечетесь все вместе, что Бог воздрев на ваше единодушие, и тех освободил от наказания, и вам простил грехи? Если в это время ты будешь находиться на рынке или дома, или в необходимых занятиях, то неужели не разорвешь все эти узы сильнее всякого льва и не придешь к общей молитве? Какую же, скажи мне, возлюбленную, ты будешь иметь в таком случае надежду на спасение? Не люди только одни здесь страшно взывают, но и ангелы преподают к владыке, и архангелы молятся. Самое время благопривятствует им, самое жертвоприношение содействует. Как люди, взяв масличные ветви, потрясают их перед царями, напоминая им этими ветвями о милости и человеколюбии. Так точные ангелы, представляя вместо масличных ветвей самое тело Господне, умоляют владыку за рост человеческий. И как бы так говорят, мы молимся за тех, которых сам ты некогда удостоил такой любви своей, что придал за них собственную свою душу. Мы изливаем моления за тех, за которых сам ты пролил кровь. Мы просим за тех, за которых ты принес жертву свое тело. В это время диакон вводит и одержимых демонами, повелевая им только наклонить голову и таким положением тела совершать моления, так как им непозволительно молиться вместе с общим собранием братьев. Поэтому он и вводит их, чтобы ты, сжалившись над ними, над их несчастьем и безгласностью, по собственному дерзновению ходатайствовал за них перед Богом. Итак, зная все это, будем стекать в этот час, чтобы привлечь милость и обрести благодать и благовременную помощь. Вы похвалили сказанное, приняли увещание с великим шумом и рукоплесканием. Но чтобы вам выразить эти похвалы мне и делами, вот наступает время для выражения послушания. После увещания последует молитва. Такой я ищу похвалы, такого рукоплескания посредством самых дел. Убеждайте же друг друга стоять так, как стоите. А кто уклонится от порядка, того старайтесь удержать, чтобы, получив двойную награду и за собственное усердие и за попечение братьях, вы могли с большим дерзновением изливать моления и умилостивить Бога и получить здешние будущие блага, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава и держава во веки веков. Аминь.